Специальный фонд президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Телеканал ОНТ, Белорусская государственная академия музыки и Беларусьбанк представляют самые талантливые дети страны в самом масштабном телепроекте года. Талент Краины. И снова на сцене проекта старшая группа участников. Вокальная номинация. На сцену выйдут Анастасия Скоропад, Марьяна Бабич и Елизавета Хорова. Настя, девочка-ураган. С детства собирала аншлаги на домашних концертах. Родные говорят, она в музыке, как рыба в воде. И действительно, каждый раз выходя на сцену, девочка становится все более уверенной в своем призвании. Хочу связать свою жизнь с музыкой. То есть я хотела быть либо артисткой, либо быть, ну, возможно, певицей. Ну, связать свою жизнь с каким-нибудь творческим жанром. Настя нам каждый раз показывает и доказывает, что вот нет, вот посмотрите, вот во мне что-то есть, я могу дарить людям радость, своим вокалом. Она, мне кажется, идет вот к этой цели. Свои способности Настя проявляет не только на уроках пения. Например, учит китайский язык. Но все равно любые пути ведут ее к сцене. В будущем Настя собирается освоить сложнейшие вокальные техники китайской оперы. А пока поет на русском, английском и французском языках. Следом на сцену проекта выйдет Марьяна Бабич. Ее музыкальная судьба была предрешена с самого рождения. Родители бросили все силы на развитие талантов двух своих детей. Марьяны и ее брата Богдана, который, кстати, также прошел проект в инструментальной номинации. Музыканты – это богомечные люди. Индан – какой-то дар вот такой музыкальный. Если его не развивать с детства, ну это даже, мне кажется, если не грех, то нельзя так поступать. Марьяна почти ничего не видит, но благодаря отличному слуху и прекрасной памяти девочка играет на нескольких музыкальных инструментах – фортепиано, флете и скрипке. Но главные ее козыри – яркий запоминающийся голос и бесконечная любовь к музыке. Это маленький ангел. Она радуется каждому дню, мне кажется. Это такой лучик солнца. Вот в этом, наверное, ее уникальность. Для меня самое главное – подарить удовольствие зрителям, когда я выступаю на сцене, чтобы им была радость меня слушать. Продолжит номинацию Елизавета Хорова – хранительница белорусских традиций. Свою творческую историю девочка начала в академическом хоре, но со временем педагоги поняли – голос Лизы сможет раскрыться еще сильнее в народном пении. Я стеснялась иногда петь народное, поэтому иногда пела на концертах и эстрадные. Учитель не знал, но я пела. А потом я постепенно начала понимать, что народного нет, и наоборот, это должно цениться. И все должны видеть и знать, что есть такое народное, и поэтому я начала петь. Она была очень эмоциональна, обладала огромной силой голоса, и его нужно было направить в нужное русло, сформировать его правильно, сделать постановку голоса, вытянуть этот народный тембр. Лизу настолько увлекли древние обычаи, что она начала шить обереги и с помощью крючка создавать настоящее произведение искусства. Но только в свободное время. Родители Лизы мечтали о том, чтобы дочь стала врачом, но, похоже, этим надеждам не дано сбыться. Всю свою энергию Лиза направляет исключительно на сцену. Она говорит, я люблю сцену. Ну, я думаю, что нам, мне и мужу придется смириться с этим. Все-таки дети есть дети, и они сами должны выбирать свой путь жизненный. Чей голос зазвучит еще ярче в полуфинале проекта? Девочка-ураган Анастасия Скоропат, многогранная Мариана Бабич или хранительница белорусских традиций Елизавета Хорова? Узнаем в воскресенье в 17.40 на ОНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова